Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Ednaud Space, и сегодня у нас будет обзор... Нет, не на журнальчик с Микеланджело, на самом деле у нас обзор на экшн-фигурку Леонардо по фильму. А почему же я такой спонтанный обзор делаю, причём не на Лего, а на обычную фигурку экшн? А всё потому, что, во-первых, сегодня у меня день рождения, мне исполняется 14 лет, и по такому поводу я пошёл в кинотеатр на Teenage Mutant Ninja Turtles, да, и посмотрел его, очень, должен сказать сразу, фильм просто зашибенный, всем советую пойти, даже фанатам черепашек-ниндзя или просто тем, кто спонтанно решил пойти на какой-то фильм. И вот черепашки-ниндзя, либо защитники галактики, или каких там, либо вот эти вот, между этими двумя фильмами. Но, должен сказать, черепашки-ниндзя мне даже больше, наверное, понравились, потому что, ну, я их уже давно знаю, и как-то попонятнее было всё. Хотя, эти вортовые галактики, ну, это как на украинском, защитники галактики тоже достаточно прикольные были. В общем-то, по такому случаю я не мог не зайти в магазин игрушечный и не купить себе Леонардо, моего любимого черепашку-ниндзя. И, кстати говоря, вот я уже собрал мой подарок, хотя у меня день рождения ещё через, ой, через много часов, оно у меня аж ночью в 5 минут 12-го. Но вот, ждите обзор на фургон агентов, ультра-агентов. И да, вот маленькие инструкции там. Ну и детальки запасные остались, ещё две фигурки. Точнее, это не из набора, это из набора. И вот такой вот робот там. Классный. В общем-то, ждите обзор, скоро будет. Но пока не об этом, давайте рассмотрим Леонардо поподробнее, так сказать. Леонардо у нас очень классный. Детализация на высшем уровне. Чем мне нравятся эти фигурки? По-моему, она тоже компания, что и... Что и вот эти, например, ребята со Star Wars, Скотт Бэйн. Так как тут у него тоже достаточно из классного материала всё сделано. Всё гнётся, всё как... Всё супер, в общем. У меня таких ребят тут достаточно много. Ну, думаю, это от той же компании. Хасбер, по-моему, но я точно не помню. В общем-то, такой вот Леонардо у нас. Всё точности по фильму сделано, что мне понравилось, что ножны отсоединяются, и можно его так просто держать. И две катаны. В руках держатся очень классно. Сейчас продемонстрирую. Ой, Леонардо, не падать. И ножны, кстати говоря, резиновые, что тоже мне очень порадовало, потому что я люблю, на самом деле, резиновые детальки такие, так как они... Ну, их поломать нереально. Вот падают, падаете сколько хотите, они не будут ломаться. Потому что ножницами, если приложить максимум усилий, то можно их разрезать. Я не пробовала и не буду, но... Вот очень классные, на самом деле. И делают, когда из резины. Также у него две катаны, конечно же. Они без труда влезают ему в руку, но держатся также очень здорово. И выглядит он очень эффектно. Можно его поставить в такие любые классные посты. Такой... Да, такой вообще крутой, брутальный чувак. Ну, Рафаэль, должен сказать, в фильме был самым брутальным. И вообще очень классно. Классный был. Такой вещь со шрамами. У Леонардо тоже есть царапинки на панцире, но вы не думаете, что это брак какой-то или что-то типа этого. Это на самом деле точь-в-точь как в фильме. И вот это вот тоже отдельная деталь, как вы видите, она сюда прикреплена. И ножны у него, кстати, под углом цепляются, как вы видите. Они не ровно вот так вот. Ну, их ровно, конечно же, тоже можно зафиксировать, так как я уже сказала, резина. Но они должны быть как бы вот так, да. И очень, на самом деле, реалистичны эти черепашки из фильма. Почему? Да потому что они действительно выглядят как мутированные мутанты, черепашки. Да и причем ниндзя. Все потому что они, вот даже по одежде его можно судить, и она похожа на то, что реально они нашли в канализации. И они были не такими уж и мультяшными, они были реально бурнутальными воинами. Очень классными. Сплинтер там был тоже как настоящая крыса какая-то старая. Его никак не прикрасили, никак в мультике, ну, новом, который, вы знаете, 2012-го вышел. Ну, и сейчас, по-моему, второй сезон уже заканчивается. Ну, в общем, так. Леонардо глаза тоже достаточно прикольные, но единственный минус, это, видимо, мне кажется, это его глаза. Как они без зрачков, да. Правда, в оригинальных черепашках ниндзя, по-моему, в старых еще своих медесятых у них и были белые глаза, но все равно они очень нравятся. Вот эта повязка мне очень понравилась, его банданка, потому что, я не знаю, было ли так задумано, но ее можно, во-первых, сделать из него одноглазого пирата Джо, либо же, как я так сделал, что... Короче, я ему на морду вот так нацепила, что он был похож реально на ниндзя. Тоже достаточно прикольно, можете, если возьмете эту фигурку импровизировать. Ноги у него гнутся во всех положениях, крутятся на 360 градусов. У него есть дырочки на пяточках, в которые, как странно или не странно, можно засунуть катаны, и он может сделать вот так. Хэтч. И всех фут-солдатов просто катанами из пяточек мочить. В общем, прикольно достаточно будет выглядеть. Ну, так вот, Леонардо. Подвижность, суперская детализация, офигенная. В общем, все классное в этой фигурке. Всем советую, кто любит черепах, кто вообще... Сам черепаха, я не знаю. Всем советую эту фигурку. Опять же, залазит катан, ему нужно... Ой, вылетело. Очень хорошо. Держатся они там, не выпадают. Вы их трясите, как хотите. Они не выпадут. В общем, такое вот Леонардо. И всем советую приобрести эту фигурку. Если вы фанат черепахи, или даже вы просто фанат лего, но у вас там не хватает денег на лего черепах, то берите обычную черепаху. Они не такие уж дорогие, 160 гривен, но при этом детализация во, playability, то есть функциональность во, сцена во, да. Ну, а на этом все. Ждите обзор на Ultra Agents. А всего дачи, ребят. Всем пока.